Добрый день. Хочу представить совместную работу с коллегами из МГУ на тему использования регистрационного индекса НДВА для оценки состояния экосистем в Арктике в сфере техногенного воздействия. Цель нашего исследования выявить возможности ограничения использования данных дистанционного заделания и индекса НДВА для оценки состояния экосистем в сфере воздействия комбината Североники на город Мочегорск. Для достижения данной цели были поставлены задачи определить состояние экосистем наземными методами по градиентам загрязнения, а именно содержание загрязняющих веществ в верхнем горизонте почвы, содержание пигментов листьев березы извилистых, а именно холорофилов АЛИБ и каротиноидов, и измерить пикторальные образы листьев березы. Также рассчитается значение 9, по снимку Морка 7. В районе исследования это Символ остров, Могманская область, регион между Хилинским горным массивом и Горой Мачтундером. Регион осваивается уже давно. Писк для его освоения приходится на 70-80-е годы. Наши исследовательские работы проводились по экологическому транссерту вдоль с севера на юг от комбината севера Ники, город Маченгорск, вдоль федеральной трассы Мурманск-Санкт-Петербург. Общая протяженность приблизительно 30 км. Объект исследования это растительные ассоциации березы пушистой на территории, расположенные южнее от комбината. Здесь представлена гора Собча, на нее пришлось максимальное антропогенное воздействие. Несколько лет назад это были сплошные бэдленды, современная ситуация такова, что сейчас происходит вырастание растительности в основном и вторичные сообщества, и в оседниках. Также хотелось бы отметить, что влияние на данную территорию возможно еще и строительством федеральной трассы. Немного в современном состоянии, как выглядит этот трансфер сейчас. Вблизи комбината ситуация не такая уж плохая в виду ветрового режима. То есть ситуация ухудшается в нескольких километрах от самого комбината, когда уже очевидно наблюдается визуальное изменение растительности и проявляется хлороз, некроз. То есть ситуация уже гораздо хуже. И как раз таки приходится где-то на 6-7-8 километров от комбината. Но однако же опять тенденция такова, что все-таки происходит увеличение фитомассы на данной территории. Ну и чем дальше от региона, от источника воздействия, тем ситуация значительно становится лучше. На каждой точке профиля проводились полевые работы. Отбирались пробы листьев для предметного анализа, для спектрометрических исследований, для геохимического анализа. Проводились описательные работы особенностей территории. Камеральный этап включал это пигментный анализ листьев на содержание хлорофилов А и В и каротиноидов. Спектрометрировалась листовая поверхность контактным способом и проводился геохимический анализ почв по основным загрязняющим элементам. Так выглядит спектрорадиометр, который мы используем в работе. Провели анализ спектральной яркости березов и пушистых, то есть мы по всей нашей трансфекции. Основные пики приходят на вземы фотосинтеза и по влажности. Результаты по пигментному анализу не сказать, что есть какая-то определенная зависимость, но все-таки хорошо выделяется наша основная зона с максимальным загрязнением. Значения понижены на точках пики на максимуме и идет понижение. Данные геохимического анализа также у нас выделены с пики в основных регионах. На точке 6, 7, 8 это 6 и больше 10 км. Также мы рассматриваем и орографические особенности региона. У нас не линейная зависимость, мы учитываем и уклоны склоны, и экспозицию склонов, и результаты такие, что естественно самыми подвешиваемыми воздействия это северная экспозиция склонов. Это понятно, что перенос идет как раз из севера и на юг, и эти участки менее всего защищены. То есть лучшие ситуации находятся в южной и восточной части. Индексы ДВИР. Были рассмотрены несколько серий снимков за разные годы. Не все оказались достаточно информативными и высокого качества. Здесь представлены за 2012-2015 год на территорию именно ближайшую к комбинату. И вот судя по этим снимкам можно сказать, что да, значение индекса увеличено, но опять же тут есть такой факт, что возможно 2015 год был более влажный и поэтому ситуация оказалась намного лучше, чем есть действительно. Здесь мы сравнили за эти два года индексы и также сопоставляем с данными геохимического анализа по основным загрязняющим веществам. И так как у нас значение деляет только рассчитанное на территорию, это просто ограничение как раз по физиальными снимками до восьмой точки, то вот эти пики, они как бы и повторяют друг друга, совпадают. В заключение хотелось бы сказать, что антопогенное воздействие отражается в биохимических особенностях растений, экстритеральных образах и состояниях. Существенное воздействие географических факторов наблюдается здесь и с позиции крутизина, склоны, ветровой режим, температурная версия. Это, что касается возможности использования индекса. Ограничение — это трудность выбора космических снимков на пик гигиационного периода нужного качества для расчета индивиаев. И хотелось бы отметить, что часто высокие значения индивиаи связаны с заменой коренной растительности на вторичные сообщества, представленные ссорными видами. Ну и требуется большой массив наземных и дистанционных данных для получения достоверной корреляции между состояниями экосистемы и значениями индивиаев. Спасибо за внимание. Спасибо. Какая метеостанция там в этом расположена? Вообще есть у вас там метеостанция? Обрабатывали? Да, мы рассматривали. Там, по-моему, ближайшая — это Апатийская, да? Веряя Веряевна, метеостанция, ближайшая. Я думаю, что и Курманский есть, и Курманский, но на самом деле мы брали обработанные данные. А плюмки здесь вообще драматичные. Вы говорите на этом снимке, что на 15-й год, по-видимому, был более влажный. Но логично используем данные метеостанки как минимум. Нет, здесь вопрос в другом. Что мы брали много снимков разных, но очень трудно найти в летний период снимок, который можно обработать. И они, получается, снимки, пригодные для обработки, попадают в разную фазу агитации. Например, в июне там еще можно снять лежать, поэтому неважно, какая температура. Нет, мы не отрицаем, что это важно. Просто в данный момент мы это не сделали. Не сделали. Это наше упущение. Спасибо за вопрос. Еще есть вопрос. Все-таки техногенное воздействие приводит к увеличению или к уношению этих СНДР? Какое Ваше мнение? В настоящее время присутствует наблюдение, во-первых, еще ведутся. Прибел и следует уже на протяжении невиданных 50 лет, еще будет наблюдаться, и как бы выводы, возможно, будут корректироваться. Но сейчас это может быть ситуацией, что индекс увеличивается. Вы сказали, что в тех же местах максимально потребление в период основации растительности, да? Сколько быстро изменяется изменение этих происходов? То есть смена одной или два? Ну, вот так. Не ведутся к сессии или же берутся к человеку? Человеческое влияние. В смысле, фасадки какие-то, как вы говорите, то есть? Ну, не было фасадки или губы, потом, или что-то еще такое. Ну, смена происходит. Смена происходит на, как бы, пока, что идет до, скажем, в начале 2000-х, да, в конце 90-х. Это были такие сплошные бленды, это были вырунки, это были очень плохое состояние растительности. Сейчас, как бы, понятное дело, идет какое-то естественное восстановление за счет, как раз-таки, зарастания сортными травами и постепенным увеличением, не знаю, Когда вы говорите о загрязнении для диабетона, загрязнения на листах или в листе? Это пылевое загрязнение или это содержательное? Вы можете листья переказаться? Здесь осматривается содержание почвы. А, почвы? Да. То есть не листья? Нет, листья мы используем. Карапирование.